МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. В программе развития состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Военный самородок и герой анекдотов в Чувашии отметили 130 лет со дня рождения легендарного земляка Василия Чапаева. Семейные ценности. Семья Яковлевых из Маргаушского района удостоилась ордена «Родительская слава». Сегодня в России Чапаевский день. Вся страна вспоминает человека, который был и остается символом целой эпохи. Для Чувашии день рождения Василия Ивановича Чапаева. Особый праздник. Нелегендарный Надждив родился 130 лет назад в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии, то есть на территории современных Чебоксар. Чапаев бесспорно был и остается одним из самых безупречных героев нашей истории. Его выдающиеся заслуги признает любая идеология. В республике, как и во всей России, немало мест, вещей и явлений, связанных с Чапаевым. Взять хотя бы памятник. Его первоначальный бетонный вариант украшал павильон ВДНХ. Благодаря стараниям руководства Чапаевского завода привезен наш город. Впоследствии отлит из бронзы. Сегодня к его подножию легли цветы в знак памяти и уважения к легендарному земляку, которым мы гордимся по сей день. Чапаев прославился не только как талантливый полководец, но и как человек необыкновенной доблести. Перед ним трепетали враги и временами собственное командование. Приказы Камдив выполнял не всегда, предпочитал действовать самостоятельно и независимо, выстраивая собственные военные планы. Но именно это было залогом его успеха. Он был очень храбрый, он мужественный, имел особый характер, имел силу воли. И его имя, конечно, всегда будет жить в наших сердцах. Он для нас как живой. Он легендарный сын народа Чувашии и всего многонационального русского российского народа. У Чебоксара особая сакральная связь с героем. Из уст в уста передается история, абсолютно реальная, кстати. Как бывшие односельчане узнали потомка Чапаевского рода в одноименном фильме. Тогда и было документально установлено место его рождения. Чапаев давно стал символом столицы Чувашии, и нам это очень приятно. Да, Чапаев простал Чувашскую республику. Читаю, все СНГ знает имя Чапаева. И когда люди знакомятся, то про Чебоксара вспоминают именно про Чапаева. Больше не знает никто, кроме Николаева Чапаева. Я правда вижу, что люди помнят, скажем так, знают, о ком идет речь, кто это такой. Я сюда приехал с небольшим подарком для, скажем так, всех музеев. Я своими силами, со своими друзьями создал портал, объединяющий, скажем так, всю Чапаевскую тематику. Это будет сайт музеичапаева.рф. Он уже действует. Человечество за всю свою историю породило немало героев. Одни подвиги остались неизвестны, другие подверглись осуждению, третий были забыты. Но есть люди, чьи имена высечены на страницах истории навечно. На букву Ч, первый, Чапаев. В республике будут реализованы пять приоритетных проектов. Планы обсудили сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию. В ближайшие годы в регионе должны вырасти объемы экспорта продуктов, улучшится качество жилищно-коммунальных услуг, измениться и городская среда. Подробности у Дмитрия Ковалева. Для каждого приоритетного проекта составили специальные паспорта. Именно в этих документах расписаны задачи и конкретные сроки реализации. В рамках одного из проектов в республике через восемь лет должны увеличиться экспортные объемы и расшириться география поставок. Сегодня пилотными отраслями обозначены автомобилестроение, сельхоз и пищевое машиностроение, авиастроение. И следующий этап эшелонов, который тоже принят в текущем году. Это энергетическое машиностроение, предприятие обороны промышленного комплекса. Количество предприятий, поставляющих свою продукцию за рубеж, в республике увеличится до 300. Чтобы стимулировать экспорт, планируется смягчить таможенный режим. В частности, уменьшатся сроки подготовки документов, необходимых для пропуска товаров через границу. Очень важно, говорят члены совета, постоянно мониторить зарубежные рынки. Мы выходили с предложением в Минпромторг о том, чтобы соответствующие службы, которые занимаются экспортом, мониторили рынки и давали на обсуждение тем, кто хочет заниматься экспортом, те рынки, те страны, где есть потребность в той или иной продукции. Это работа с торговыми представительствами российскими в этих странах. Еще один приоритетный проект будет реализован в сфере строительства. Уже через три года в республике должно быть возведено свыше 30 тысяч квадратных метров арендного жилья. Более доступной станет и ипотека. Другая стратегическая программа позволит сформировать комфортную городскую среду. В перспективе должен измениться подход при благоустройстве дворов, парков и скверов. К концу 2020 года ожидаются следующие результаты. Муниципальным образованием с численностью населения более 100 тысяч человек будут приняты новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнений граждан территориального общественного самоуправления. В рамках других проектов в республике повысится качество жилищно-коммунальных услуг и увеличатся объемы производства сельхозпродукции. Паспорта предстоит доработать и просчитать затраты. Михаил Игнатьев заметил, что приоритетные проекты будут определять качество жизни в регионе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Семейные ценности. Семья Яковлевых из Маргаушского района удостоилась ордена «Родительская слава» в доме, где главное богатство – дети, побывала наша съемочная группа. Наша семья большая. Семь детей. А еще есть две внучки. Вот такое богатство Яковлевых. С одним столом собралась практически вся семья. Повод особенный. Юрий Игнатьевич и Нина Геннадьевна получили орден «Родительская слава». Должить то, что они заслужили такую высшую награду, орден «Родительская слава». Не все могут его получить, только заслуженные люди. Родители меня в этой жизни научили ценить жизнь, уважать слова взрослых, помогать людям. Полученный опыт Игнатий передает уже своим детям. Но и про родителей не забывает. С женой Оксаной и дочками в гости приезжают часто. Когда я пришла в эту семью, первый раз, когда я ее видела, я была в шоке. Потому что столько детей, семеро. И еще плюс они все слушаются. Ну, я была вообще в таком состоянии, что не верилась вообще. Крепкая дружба и общий интерес объединяют и делают сильнее, уверены Яковлевы. Их дети пробуют себя в разных направлениях. Младшая дочка Настя учится в восьмом классе. Занимается танцами и катается на лыжах. Участвует в разных соревнованиях. Как и сын Олег. Он играет в хоккей, футбол, баскетбол. Медалей в копилке предостаточно. За свою технику выступал. И вот получил. Наша команда заняла третье место. И дали вот такую медаль. А эту медаль я получил в прошлом году летом, когда играли в футбол. Вырастить семерых детей и воспитать в каждом из них настоящую личность – это смело. Можно назвать делом всей жизни. Юрий и Нина с ним справляются на отлично. Я горжусь своими детьми. Они выросли. Спортивные. На выходные приезжают домой. Помогают. Я рада. Семь «Я» – это про Яковлевых. Их главное богатство – счастливые и здоровые дети. А для тех нет ничего важнее родительского дома. Место, где всегда ждут, любят и помогают. В приемной президента России в Чувашии состоялась межведомственная горячая телефонная линия по правам ветеранов труда, пенсионеров и инвалидов. На звонки отвечали представители профильных министерств и ведомств. Любая прямая линия – это как срез общественного мнения по вопросам социальной политики. Ветераны труда, пенсионеры, инвалиды получают ответы, минуя порой многие чиновничьи кабинеты. Почему у нас отняли все льготы на проезд на общественном транспорте? Я с моей пенсии должен на дачу ездить. Мне тысяча рублей дают только. Будет ли изменение или нет? Вопрос транспортных льгот, который задал Анатолий Добровольский, волнует многих. В Минтруде Чувашии поясняют. Льготный проезд был монетизирован еще в 2005 году. Компенсация была включена в ежемесячные денежные выплаты. Кроме того, в республике была установлена дополнительная льгота в виде проездных билетов. Но в этом году произошли изменения. Вы берете проездной билет для граждан. И вам компенсируют эти затраты конкретно вам. Частично и практически получается стоимость того же проездного билета, который вы раньше приобретали и пользовались в прошлом году. Относительно поездки на дачные участки, этот вопрос еще рассматривается. Возможно, будут какие-то изменения. Не менее актуальными были вопросы, касающиеся выплат работающим ветеранам труда и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. По итогам горячей телефонной линии в обязательном порядке будут рассмотрены все устные обращения. К этой работе подключены все заинтересованные ведомства. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В эту субботу в Чебоксарских больницах состоится день открытых дверей. Горожане смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов. С 8 утра и до часа дня в Республиканской клинической больнице на все вопросы пациентов ответят терапевты и хирурги. А в офтальмологической больнице Нашмарина в это время можно будет пройти диагностику зрения. На час дольше будут открыты двери центральной горбольницы. Консультацию можно получить у терапевтов и узких специалистов. Кроме этого всех желающих ждет скрининг-обследование. Горожан также ждут в первой и второй поликлиниках второй горбольницы. Записаться на прием можно по телефону и через электронную регистратуру. И не забудьте взять паспорт, полис УМС и СНИЛС. А в 9 утра состоится традиционная прогулка с врачом. Место встречи – площадка перед Чувашским драмтеатром. Газетные киоски стали настолько привычной частью инфраструктуры, что порой мы их и не замечаем. Между тем, торговля периодикой проходит сейчас испытания на прочность. Выдержит ли она нововведения, предусмотренные в законодательстве? И при каких условиях можно говорить о ее эффективной работе? Эти и другие вопросы обсуждали на совещании в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций. Реализацию печатных средств массовой информации трудно назвать обычной торговлей. Это в первую очередь бизнес, и подход к нему должен быть особенный. Об этом говорили на совещании Мининформполитики Чувашии. В прошлом году в России утвердили нормативы минимальной обеспеченности населения киосками с прессой. Свои изменения внес и Кабинет министров Чувашии. Согласно ему, на 10 тысяч человек должен приходиться один торговый павильон или киоск прессы. Но сейчас наметилась тенденция сокращения количества киосков. Причина понятна. Бизнес не особо прибыльный. Высокими остается арендная плата, трата на содержание. Владельцы киосковых сетей все же рассчитывают на определенную поддержку государства. Например, снижение аренды плата за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Предоставление площади для киосков долгосрочную аренду. Эта тема актуальна для многих регионов страны. Уже сейчас в российском правительстве рассматривается законопроект, в соответствии с которым органам местного самоуправления предлагается самостоятельно устанавливать размеры платы за размещение таких объектов. О Пугачеве, крестьянской войне, честности, верности и любви. Спектакль «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина впервые в репертуаре Театра юного зрителя. Поставил его приглашенный режиссер, заслуженный деятель искусств Мориэл Василий Пектеев. Увидеть на сцене русский бунт, бессмысленный и беспощадный, чебоксарские зрители смогли сегодня. Спектакль переносит зрителей в 1773 год, во времена Пугачевского восстания. Поставлен он в классическом ключе строго по тексту Пушкина, поэтому доступен и понятен любому зрителю. По мнению режиссера Василия Пектеева, мысли, которые заложил в него Пушкин, никогда не потеряют своей значимости. И в наше время везде идут войны. Страх терроризма, ужасы терроризма и в России, и по всему миру, в Европе. И вот как действительно в таких ужасных условиях остаться человеком, сохранить любовь, это, мне кажется, очень актуально, очень современная тема. Василий Пектеев ставил спектакли во многих театрах страны, в том числе и в Чувашском драмтеатре. Но с артистами Чувашского тюза работает впервые. Тут много молодежи, очень талантливых в этом тюзе, музыкальные, пластичные. Материал непростой, очень серьезный для актеров тюза, которые много играют и на выездах, и везде сказки, детские спектакли. И то такой глубокий, серьезный материал, конечно, требовал от них по-другому относиться и к своей профессии. Естественно, многие работы, так скажем, шли вначале со скрипом. Василий Александрович удивительный, увлекательный. Его хочется слушать и слушать постоянно. И мне показалось, что я понял его, что хочет режиссер, как он видит спектакль, как видит этот образ. Слушая режиссера, начал фантазировать сам. Известную историю любви Маши Миронова и Петра Гринева на сцене играют молодые актеры тюза – Владимир Свинцов и Алина Зайцева. Артисты признаются, войти в образ оказалось делом непростым. Образ Маши у меня постоянно в голове. Он меня не отпускает. Я ложусь спать, я думаю о роли. Просыпаюсь, думаю о роли. Такая огромная работа. Это драма, это трагедия. Репетировать «Капитанскую дочку» начали еще осенью прошлого года. А премьеру зрители смогут увидеть сегодня и 15 февраля. Удивительный пушкинский слог, яркие образы главных героев помогут по-новому взглянуть на драматические страницы русской истории. Татьяна Раевская, Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Выразить свои мысли и эмоции можно не только с помощью слов, но и с помощью танца. С помощью народного танца можно еще и рассказать историю человечества. На самом интернациональном языке со своим зрителем вот уже 25 лет говорит танцевальный ансамбль «Рассвет». Татарский, гуцульский и, конечно же, чувашский. Эти дети знают едва ли не все танцы народов мира. Вот уже 25 лет коллективом руководят педагоги высшей категории Анатолий Попов и Любовь Овчинникова. Они уверены, народные танцы помогают понять традиции, характер, культуру и историю того или иного народа. И неудивительно, что именно это направление называют самым сложным. Народные танцы – это мы, я взял народные танцы, потому что это основа. Классика идет, потом народные танцы. Дети, занимаясь народными танцами, они могут и танцевать классические танцы, и эстрадные танцы, и вообще современные танцы. Огромное количество танцоров за 25 лет выпустилось из «Рассвета». Только сейчас народные танцы осваивают более 200 детей. Мне очень нравится заниматься народными танцами. Мои танцы любимые, гульцульские, потому что мне очень нравится. Там одно движение. Какое? Вот это вот. Саша занимается в коллективе только год и мечтает в будущем стать известным исполнителем народных танцев, конечно же. А началось все с концерта, на который Сашу привела мама. Однажды, когда я увидела на сцене, как танцует группа «Рассвет», это было как раз у них показательные танцы, я увидела, что эти девочки и мальчики, которые на сцене, они просто влюблены, наверное, в преподаватели, потому что они танцевали от души. Это были такие красивые летящие танцы, мне я просто была завряжена. Мой ребенок, когда увидел эти танцы, сказал, что я должна обязательно танцевать именно в этом коллективе. Живая музыка – обязательная составляющая занятий коллектива. Репетируют и выступают юные танцоры под аккордеон. В душе моей «Рассвет» так называется юбилейная программа коллектива. Красивые костюмы, синхронные движения и душа каждой национальности. Все это зрители увидят уже в эту субботу во Дворце культуры тракторостроителей. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Наша землячка Татьяна Акимова успешно стартовала на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильсене. Она приняла эстафету во второй десятке, сократила отрыв от лидера и передала ее пятой. На двух рубежах спортсменка допустила промахи, но отыграла 14 секунд. В конечном итоге сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова